Писание говорит, что ты делал нас мудрыми. Писание говорит, что у кого не хватает мудрости, пусть просит у Бога, дающегося им просто и без упреков. Боже, нам не хватает мудрости. Сделай нас мудрыми, как ты сделал мудрыми Соломона, Господь. Как ты делал мудрыми других мужей. Как ты делал, Боже, мудрым Даниила. Мы хотим, чтобы ты, Господь, вливал в нас Слово. Чтобы ты менял нас через Слово и преображал наши жизни. Благословляем тебя, Царь Славы. И благодарим за все. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Итак, друзья. Сегодня я бы хотел коснуться вопросов, которые напрямую влияют на нас с вами и на нашу жизнь. И для начала, вы знаете, мне вспомнилась одна интересная история, как такая, можем сказать, небольшая преамбула всего того, о чем я бы хотел говорить. Скажите, пожалуйста, кто в своей жизни замечал такую интересную привычку? Когда вы приходите, например, в общественную какую-то столовую, вы садитесь за стол, накрываете, ну там, где накрывается стол, да? И вы достаете, например, ложку. Что происходит потом? Кушаете? Неправда. Большинство людей, когда приходит в общественную столовую, достает ложку, следующее, что они делают, они берут салфетку, правда? И вытирают эту ложку, потому что мы понимаем, что это общественная столовая. И вот некая подобная история произошла в советское время. Вы помните, советское время было, ну такое неожиданное время, было очень сложно уехать за границу. И однажды, одна очень важная такая советская группа людей поехали с каким-то визитом за границу. После всего того, как они прошли, они пошли в ресторан. Ну, принимающая сторона пригласила их в ресторан. Вот, значит, сели они в ресторане, и как только сели русская делегация, автоматом достала салфетки, протерла ложки вилки, ну и начали ожидать. Официанты, которые никогда этого не видели, они просто замерли, потому что они понимали, что сейчас это скандал международный. Потому что русским дали грязную посуду. Быстро, чтобы не привлекать внимания, официанты метнулись на кухню и поменяли все ложки и вилки. Русские не поняли. Следующее, что они сделали, они достали салфетки и протерли снова все. Это ввело в полный катарсис полностью весь ресторан, потому что никто обратно же такого не видел. Они снова метнулись на кухню и быстро поменяли. И в зале просто уже висела напряженная такая, знаете, обстановка. Только после того, как переводчик, он вмешался во всю эту деятельность, в общем-то международного скандала не получилось. Понимаете, да, друзья? Я не знаю, насколько это правдивая история или нет, но я думаю, что место могло быть. Одни хотели просто поесть, поэтому вытеряли ложки. Другие хотели послужить и, ну, как бы для них не вопрос поменять. Ну, никаких вопросов нет, потому что все это чистое. Итак, что тут можно сказать? Осознаем мы или не осознаем, друзья? Но наша жизнь наполнена вот такими вот маленькими программами, правда? Которыми мы руководствуемся, особенно даже не рассуждая о том, что же на самом деле мы делаем. Эти программы, которые есть в нашей жизни, они очень сильно облегчают нам жизнь. Действительно, это то, что мы называем привычками или простыми автоматическими действиями. И сами по себе привычки, они очень сильно поддерживают человека в жизни. Потому что, когда наш мозг, когда мы что-то видим, он реагирует на обстоятельства, на то, что происходит вокруг. И, вы знаете, Бог нас устроил таким образом, что мы всегда ищем самый короткий путь для решения чего-то. И самый удобный путь для нас, для решения какого-то дела, это привычный путь. Согласитесь, привычный путь – это самый простой путь. И именно таким образом наш мозг, наши внутренние программы, они настроены, чтобы помогать нам. Мы идем домой, мы не размышляем, как мы идем, правда? Но если вы будете, например, зададитесь целью и будете рисовать карту, как вы ходите с работы домой, то вы поймете, что вы ходите одним путем. Почему? Потому что, когда вы идете домой, вы можете не думать, правда? Вы можете думать о чем-то своем. Вы можете смотреть в телефон, вы можете слушать музыку, вы можете с кем-то разговаривать и вдруг очнуться дома. Потому что мозг, он так устроен, он проводит нас самым простым и легким путем. Когда мы приходим с вами, например, в ресторан, вы знаете, что большинство людей заказывают одно и то же. Вы можете удивиться, но это правда. И человек смотрит в это меню и говорит, я всегда в этом ресторане мечтал попробовать что-то новое, но я всегда беру вот эту картошку, вот эту пиццу и вот это кофе. Понимаете, да? И ты даже не знаешь почему. Может быть мне взять что-то новое, и ты чувствуешь, как ты напрягаешься внутри. Согласитесь, да? Наш мозг, он начинает анализировать, хорошо это или плохо, понравится мне, не понравится. Ты начинаешь у того спрашивать, у того спрашивать. И вот такое что-то происходит в нашей жизни. И в конечном итоге берешь снова ту же самую пиццу и так далее и тому подобное. Именно поэтому мы, когда заходим на новостные сайты в компьютерах, мы заходим на одни и те же сайты. Именно там же, где мы привыкли. Пускай мы даже знаем, что это может быть не совсем точные новости, но мы туда заходим. Именно поэтому мы делаем оливье на Новый год. Именно поэтому на 8 марта мы дарим одну розочку. На 23 февраля мы дарим носки, дезодоранты, бритву, потому что есть привычки. Друзья, наша жизнь, она состоит из привычек. Согласитесь? И привычки это то, что управляет нами. И мы можем их осознавать, мы можем и даже о них не догадываться. И ни для кого не секрет, что привычки могут быть хорошими, то есть программы, которые служат нам в помощь, а также вредными. Программы, которые мешают нам. Бывают бытовые привычки. Какие, да? Я прихожу домой, мне нужны тапочки. Ну, согласитесь, не всем нужны, но мне нужны привычка. Я ключи ложу сюда, и я их там нахожу. Привычка. Я, например, когда пью чай, я не мою кружку. Привычка. А кто-то скажет, а наоборот, все должно быть помыто. Это простые бытовые привычки. Бывают привычки профессиональные. И мы также не осознаем их. Я помню, когда-то своего друга спросил. Я тогда только готовился сдавать на права или записался в автошколу, и вообще еще ничего не понимал в этом. И я его спрашиваю, а он уже имеет достаточно большой стаж. Я говорю, какой ногой нажимают на сцепление? И тут такая пауза. И он говорит, я не помню. Понимаете, да? Ну, это три педали, две ноги. Какой ногой ты нажимаешь на сцепление? Говорит, я не помню. Я понимаю, это сила привычки. Потому что водит машину он отлично, но не помнит. Итак, в любом случае, они наполняют нашу жизнь и формируют постоянную единицу нашего с вами характера. Ведь согласитесь, наш характер, он как раз и отражает эти процессы. Например, если мы знаем человека как спокойного, благочестивого, то мы понимаем, что в его жизни достаточно большое количество соразмеренных, продуманных привычек, которые он каким-то образом появил, научил, скажем так, выдрессировал в своей жизни, да? Или, как это скажешь, взрастил, совершенно верно, в своей жизни. Например, если жизнь человека, если человек ответственный, это же тоже привычка быть ответственным, правда? Значит, он проходил какой-то период жизни, возможно, это была армия, возможно, это было что-то другое, но он стал таким. То есть это определенное поведение. И Библия достаточно ясно говорит о силе привычек. Давайте мы посмотрим Иеремия, 13 глава, 23 стих. Написано следующее. «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс, пятна свои?» Это вопрос. «Может ли Ефиоплянин из белого цвета кожи, из смуглого цвета кожи стать белым, или барс, зверь, поменять свои пятна?» «Так и вы, можете ли делать доброе, привыкну делать злое?» Вот настолько сильно злые привычки вошли в сердце людей, что Писание говорит, что вы, подобно вот этому барсу, который имеет определенные пятна на своей коже, это часть, ваша сущность. И не так просто взять это и поменять. Не так просто взять и сделать пересадку всей кожи Ефиоплянину. Это будет непросто. Это привычки грешить. Итак, сегодня у нас, как вы понимаете, речь о привычках. Привычки укрепляются в нашей жизни. Как они укрепляются? Когда они приносят определенные результаты. Давайте поразмышляем об этом. Мы, например, попробовали первый раз кофе. И что произошло? Нам понравилось. Правда? Нам понравился этот запах. Нам понравился этот привкус. Если мы еще взяли это с шоколадкой, так это вообще песня. А мы еще проснулись. И вот откуда ни возьмись у нас появляется прекрасная привычка пить кофе по утрам. Согласитесь, не все пьют кофе, но многие и многие пьют. Следующее. Кто-то нам, например, нагрубил. Вот поступил с нами не очень хорошо. Мы в ответ повернулись. И как от всего, знаете, именно так вот ответили. Вот именно и легче стало, да? Мы ответили грубо. Он грубо, и мы грубо. Ну так и пускай себе терпят. И нам легче стало. И нам понравилось. И в следующий раз, когда кто-то нам грубит, без проблем мы отвечаем тем же путем. Почему? Мы научились этому пути. Вы понимаете, друзья? Мы научились реагировать на обстоятельства определенной привычкой, определенной реакцией. И у нас это получается с каждым разом все легче, легче. И мы не задумываемся. И когда мы научились этому в раннем детстве, то когда мы приходим к более зрелому возрасту, мы говорим, я всегда такой был. На самом деле. Не всегда. На самом деле. Где-то там очень давно был тот момент, когда ты этому научился. Просто ты даже не помнишь, как это произошло и что было. Итак, каждое последующее повторение какого-то действия, которое приносит нам удовольствие, наслаждение, оно все больше и больше закрепляет в нашей жизни привычки. Так устанавливаются привычки, друзья. Помните, может быть, вы когда-нибудь сталкивались с тем, как дрессируют, например, дрессировщики в цирках различных животных. Или, возможно, те, у кого есть собаки, сами знают, как это происходит в жизни собак. Что происходит? Вот есть у нас прекрасный, красивый щенок лопоухий, совершенно ничего не размышляющий, не думающий и не догадывающийся о том, что бывают какие-то привычки. Наша цель, как тех, кто хозяин, те, кто им обладает, чтобы его жизнь, она следовала определенному распорядку. Потому что те, у кого были собаки, и знают, что невоспитанная собака – это ужас. Это достаточно сложно в семье. Она что хочет, то творит, куда хочет, лезет и так далее. Ну, просто кошмар. Цель какая? Научить собаку делать определенные вещи. Собака не понимает, что ее учат. У нее нет осознанного такого вот какого-то механизма, когда она сама может встать и сказать, так, мне надо выработать привычку ходить на улицу, или там мне надо. Она подается определенному давлению извне. Мы берем какую-то вкусняшку. Сейчас много продается, и мы даем понюхать, даем попробовать. Потом мы даем какую-то команду, да? И команда вообще не понимается, потому что для них это все, ну, какие-то слова, набор букв и каких-то звуков. Но мы повторяем это много-много-много раз, и случайно она делает то, что от нее хотят. Например, она садится, собака садится, да? И мы говорим, молодец, какой ты умница! Я так рассказываю, у нас просто так, к Содомам, это очень близко нам, знаете. И я говорю, молодец, ты такой умница! И даешь ему вкусняшку. И тут ты видишь, как в глазах, вот этой вот, знаете, в этой, ну, с первого взгляда пустой голове появляется какая-то искра интеллекта, да? Зарождается привычка. И все, и ты видишь, что он твой. И ты говоришь снова, сидеть. И там с восьмого раза он случайно садится, и ты снова говоришь, молодец! И даешь ему вкусняшку. Он счастлив. И все, и в следующий раз уже можно вкусняшку не давать. Он падает на попу сразу после слова сидеть. Понимаете, да? Смотрите, у него есть привычка. И такие привычки, чем больше привычек, тем больше собака дрессированная. Так, ну, так принято. Мы придумаем многое. Сидеть, умереть, голос, там, тапочки, фас, не фас, кошка, там, ну, разные привычки, да? Тем не менее, смотрите, друзья, как это ни странно, у людей очень все похоже. Из чего состоит привычка? Она состоит из определенного раздражителя. Для нашей собаки это кусочек колбасы ливерной, за которую он продаст жизнь и подпишет лапой, кровью любой документ. Вы понимаете, да? Потому что это очень сильно хочется ему. Очень сильно оно возбуждает его интерес. Раздражитель. Следующее, что идет, это определенное действие. Он же понимает, что недостаточно понюхать, надо что-то сделать, чтобы достигнуть определенной цели, чтобы получить этот кусочек колбаски. То есть, третий этап, это награда. Третья составляющая, это награда. Раздражитель, действие, награда. Так составляются привычки. И вы знаете, что в нашем современном мире существуют огромные институты, а огромные деньги тратятся на то, чтобы изучать привычки людей. Если вы думаете, что все так просто, то я вам открою секрет, далеко не все так просто. Когда вы покупаете какие-то товары в магазине, есть специально обученные люди, которые пытаются анализировать, что вы купили, сколько вам лет, почему вы заполняете карточки. И там есть целый список таких, там сколько лет, женат, не женат, есть ли дети. Это для специально обученных людей, которые изучают привычки. Социологи, которые складывают это все в огромные, в огромные списки, они пытаются понять, как научить людей вызывать привычку. Согласитесь, любой бизнесмен, он бы хотел, чтобы люди имели привычку, стойкую привычку покупать его товар. Согласитесь, это же прибыльно, правда? Например, вы делаете зубную пасту, или, например, вы производите что-то другое, например, тот же самый кофе. Нужно научить людей хотеть этого. Нужно создать определенную атмосферу для того, чтобы человек приходил снова и снова. То есть нужно создать что? Раздражитель. И современная мода является тем раздражителем, которое стимулирует покупки многих и многих людей. Мы не осознаем, но это есть. И огромный ресурс направлен на это. И я верю, что для нас, как для верующих людей, очень важно осознавать, друзья, какие же процессы запущены в нашей жизни и куда эти процессы ведут нас. Потому что все же они есть. Согласитесь? Где-то есть какие-то раздражители, на которые мы реагируем. И эти вопросы, касающиеся как нашей святой жизни, так и наших определенных, любимых, постоянных грехов, которым мы возвращаемся снова и снова и не осознаем, почему мы это делаем, зачем мы это делаем. Кажется, это было частью нашей жизни всегда. Да. Хорошая новость, что это не так. Где-то когда-то, друзья, мы с вами научились грешить. Где-то когда-то в каких-то сферах мы научились любить грех. И подобно вот этим вот нашим домашним питомцам мы слышим определенный запах греха, раздражитель греха. Мы быстро делаем какое-то действие и мы получаем как бы награду от этого греха. А потом мы открываем глаза, смотрим, говорим, что я наделал? А как мне это не делать? Не знаю. Я буду молиться. Молюсь, молюсь, молюсь. Что-то все равно оно. Понимаете, друзья, да? Когда мы не осознаем механизм того, как же возникает грех в нашей жизни, как мы поступаем каким-то греховным образом в той или иной ситуации, мы склонны его повторять. Мы склонны делать его снова и снова. Давайте посмотрим Иакова 1 главу с 12 по 16 стих. Итак, блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Итак, смотрите, то, с чего все начинается, это желание чего-то, желание определенной награды. Мы увлекаемся желанием, похотью. Это один из синоним слова «страстное желание». Похоть переводится как «сильное», «страстное желание чего-то». Мы соблазняемся этим. Мы слышим запах этого чего-то, и у нас начинают течь слюни. Мы говорим, вот это вот, ну вот просто классно. Это цель. Это то, для чего мы, собственно говоря, и грешим. Например, когда мы, знаете, ну даже возьмем просто так жизненно, мы проходим просто мимо кондитерской какой-то, и слышим такой сильный запах тарта, да, а мы там в посте, например. Но мы, это желание, вот эти запахи, вот это вот то, что мы видим, оно возбуждает в нас. Например, когда ты имеешь определенное желание, вот такого ощущения комфорта, например, такого, знаете, вот я хочу обладать вот этой вещью, потому что именно вот она, она мне дает такое вот ощущение, и я такой весь буду в этом ощущении, вот, и ты начинаешь себя вот раскручивать, знаете, я хочу это, я хочу это купить, я хочу этим обладать. То, что говорит Писание, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это страстное желание того, что хочет твоя плоть, того, что хочет твоя гордыня, того, к чему стремится вот этот вот мирской человек. Итак, давайте мы возьмем, например, такую вот греховную привычку, как привычка флиртовать. Ну, вы встречались с такими вариантами, да? Например, молодой человек в Одессе, это очень распространенная привычка, видит определенные указатели, указатели, которые запускают привычку флиртовать. Согласитесь, не со всеми девушками подряд молодой человек флиртует в этом мире, правда? Во-первых, есть девушки, его родственницы, например, его там сестра, например, или кто-то, он же с ними не флиртует, так вот, по-взрослому, да? Или есть соседка с соседнего подъезда, которую он считает некрасивой, например, для себя, он тоже с ней не флиртует, он просто говорит привет и идет дальше, или вообще ничего не говорит. Но, тем не менее, указателем для флирта может служить что со стороны девушки? Что запускает вот эту вот программу флирта? Например, короткая юбка. Совершенно верно. Например, определенный боевой макияж, да? Такого вот состояния. Это знак, это знак. Вот он смотрит на эту девочку, и он понимает, вот с ней эта программа работает. А если кто-то приходит, если идет девушка, знаете, как бы одета, как традиционно, там, сестра с баптистской церкви, да, очень, ну, понятно, что никаких указателей у него нет. Скорее обратно, лучше не туда, да? Лучше не, ну, как бы спасибо, не надо. Итак, указателем для флирта может служить одежда, макияж, определенный образ поведения, такое, знаете себе, гламурное хо-хо, как Элочка Людоедова, помните, такая была? Или, например, место встречи. Такие люди, ребята, они идут, например, в ночные клубы, и там они видят подобных девушек. Почему подобные девушки находятся в таких местах? Они знают, что, ну, как бы это место, оно предполагает, что с тобой можно флиртовать. Ну, что мы понимаем, что девушки, которые любят семейный очаг и, скажем так, умеренные, правильные отношения, в 2 часа ночи обычно они спят дома. Правда? Но если девушка в короткой юбке, в боевом макияже, все на распашку, она находится в ночном клубе, то понятно, что можно запустить программу флирта. Итак, указатель запускает привычку, определенную модель поведения и, видя цель, держа ее постоянно в голове, парень начинает говорить обычные, в таких обстоятельствах, слова, угощать обычными, в таких обстоятельствах, коктейлями, предлагать обычные предложения. И девушка, как ни странно, ведет себя точно так же. Потому что и у него, и у нее есть определенная привычка грешить. Так это работает. И если мы знаем, что если их желания совпадают друг с другом, то, конечно же, это любовь с первого взгляда, по крайней мере, до утра. Итак, привычки формируют наш характер. И, конечно же, придя к Богу с миром, мы приносим с собой огромное разнообразие, разнообразнейших привычек, в том числе привычек грешить. И, как правило, большинство таких привычек, они были построены под воздействием именно целей греха. То есть, то, к чему мы стремились, это был грех. И мы нуждаемся в очень серьезном, таком детальном рассмотрении своей жизни. 1 Иоанна, 2 глава, 15-17 стих говорит следующее. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира Его. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Вот такое место. И здесь стоит слово «любовь». «Не любите». Вы знаете, что слово «любовь» можно также перевести, как «страстное желание», стремление или нахождение удовольствия в чем-либо. И, иными словами, привязавшись к таким вот мирским вещам, мы не привязаны к Божьим вещам, к Божьим привычкам. Нам необходима инвентаризация. И что для этого нужно сделать? Несколько простых советов. Вы знаете, прежде всего, для начала надо разобраться, что же за привычки есть в моей жизни. И это очень практичные шаги, друзья. Найдите какое-то спокойное место. Возьмите листочек, возьмите Библию, уединитесь и начните молиться. И записывайте все, что Бог будет показывать вам, все, что приходит вам в разум, какие привычки у меня есть. Вот просто записывайте все, что приходит вам в разум. Составьте такой огромный список, насколько... Вот не стесняйтесь. Пускай это будет большой список. И потом поразмышляйте. Что из этих привычек является грехом? Это может быть привычка обижаться. Это может быть привычка кричать. Это может быть привычка не доделывать какие-то вещи. Может быть привычка бросать все на полпути. Привычка не держать слово. Привычка, знаете, обещать, 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 обещать. Или привычка, ну, например, знаете, вот просто занимать чье-то время. Например, тратить чье-то время. Или тратить свое время, непонятно на что. Итак, просто запишите и поразмышляйте. У любой привычки есть цель. То, ради чего все это делается. И попробуйте поразмышлять и помолиться о том, почему же вы делаете то, что вы делаете. И если кажется, что наш мотив, он сразу лежит на поверхности, то, поверьте, это не всегда так. Это не всегда так. Потому что, например, если мы возьмем привычку девушек ходить вот в таком вот боевом виде, да, как мы с вами говорили, короткие юбки, открытый верх и так далее, и так далее. И когда ты говоришь там, послушай, ты не можешь одеться, в веток ходят и так далее. Не вопрос в том, что она привыкла. Настоящая цель ее привычки – это желание получить любовь и признание от мужчины. Это на самом деле основная цель – услышать «я тебя люблю». Пускай это будет очень короткое «люблю» до утра, но тем не менее это то, почему она делает то, что она делает. Вы понимаете, друзья, ни один алкоголик, который пьет алкоголь, он не пьет водку или самогон просто ради того, чтобы ощутить этот поднебесный вкус самогона и пережить это глубокое состояние похмелья утром. Абсолютно нет. Большинство людей начинают пить, потому что они одиноки. И на самом деле, только выпивая, они чувствуют себя свободными. Они начинают пить, потому что они закомплексованы. И алкоголь развязывает язык, ты можешь как бы чувствовать свободу. Они начинают пить, потому что они не могут разобраться с вопросами своей жизни. У них отсутствует цель в жизни, поэтому они забивают это алкоголем. Вы понимаете, да? Итак, есть привычка пить, но награда, к которой стремится человек, это не просто пережить чувство опьянения. Не просто. Это желание пережить что-то большее, что-то более глубокое, что-то более важное. Итак, это важно понимать. Мы уединились перед Господом, мы сделали список. И я вам настоятельно говорю, это практические шаги того, как мы можем изменять вот эти маленькие программы в нашей жизни. Мы сделали список, и мы представили этот список перед лицом Господа. «Боже, вот то, что есть в моей жизни. Боже, вот то, почему я это делаю. Покажи мне, из-за чего происходит в моей жизни поражение. Что является целью, чего мне не хватает?» Как мы говорили, в любой привычке есть три этапа – раздражитель, действие и награда. И у каждой привычки, поскольку есть этот раздражитель, когда мы приходим к действию, давайте мы подумаем, а что мы можем сделать по-другому? Что я имею в виду? Смотрите, человек, например, привык решать все свои вопросы при помощи алкоголя. Вот накатило, он достал, налил, выпил. Зачем? Давайте подумаем. Есть раздражитель. Я увидел эту бутылку, своих друзей увидел, захотелось. И после этого должно наступить какое-то действие. А что будет, что произойдет, если мы с вами возьмем и сделаем что-то другое? Например, если мы поняли, что мы пьем не из-за того, чтобы переживать чувство опьянения, а из-за того, что мы одиноки, мы возьмем вместо того, чтобы выпить, мы позвоним, например, лидеру домашней группы и попробуем поговорить с кем-то. Иными словами, попробуем восполнить свою настоящую нужду другим способом. Понимаете, друзья, да? То есть мы начнем разговаривать, мы начнем как-то молиться, мы начнем иметь общение. И я вам скажу, хотите верьте, хотите нет, но именно по такому принципу устроено служение анонимных алкоголиков. Именно этим принципом они учат. Людей, которые, в общем-то, вообще неверующие, они объясняют о том, что когда у тебя есть желание, тебе не обязательно делать то, что ты делал всегда, для того, чтобы получить ту цель, ради которой ты на самом деле это делал. ты можешь поменять вот эту серединку, ты можешь поменять это действие, этот ритуал на нечто другое, созидающее твою жизнь. То, что помогает тебе. На самом деле, друзья, это работает. На самом деле это работает. Итак, если, например, у меня есть привычка сидеть допоздна за компьютером, ну, например, в интернете. Согласитесь, не очень хорошая привычка, правда? Мы все понимаем это, тем не менее она существует. Давайте зададим себе вопрос, почему я это делаю, что я хочу? Сразу приходит ответ, я отдыхаю. Но очевидно, что ты не отдыхаешь, правда? Потому что на самом деле, вроде бы, с одной стороны, твой мозг, он как бы переключается от какой-то одной рутины, но с другой стороны, ты абсолютно не высыпаешься, просыпаешься утром раздраженный, невыспанный, и все терпят это, потому что у тебя вот такая вредная привычка, которая влияет на всех. Что ты получаешь? Ничего хорошего. И в чем может быть причина такого действия? И я вам скажу, очень часто причина вот такого вот бездумного блуждения по интернету, непонятно чего, в одноклассники, контакты и все остальное, в простом отсутствии цели жизни у человека. Когда у человека нет цели, когда он не понимает своего призвания от Бога, он заполняет свою жизнь совершенно разным мусором, для того, чтобы утомить себя и в конце сказать, ну я, в общем-то, устал. И это создает мнимое ощущение того, что ты куда-то идешь и что-то достигаешь. Что можно сделать? Итак, ты хочешь отдохнуть, ты хочешь переключить свой разум. Возьми какую-то хорошую книжку и начни ее читать. Твой разум устанет через какое-то время. Пускай эта книжка, она будет таким маленьким звеном между тем, что ты хочешь достигнуть с Господом и тобой. Возьми Писание, начни попробуй его читать. И твой разум, он точно перестроится, твой разум, он получит, что-то останется в твоей жизни, хоть на маленький шаг, но ты приблизишься к тому, что Господь от тебя ожидает. И у тебя придет чувство усталости. Понимаете, да, друзья? Мы можем брать, мы можем оставлять раздражитель, мы можем менять серединку и получать цель. Мы можем изменять привычки. Мы можем изменять свою внутренность. И эти изменения, они могут приходить извне и поменять нас под каким-то действием. Например, когда молодой человек, ему 18 лет, он привык вставать в обед, привык быть безответственным, ну, как и многие 18 лет, и тут приходит повестка в дорогу дальнюю, собирают его в армию. Армия – это кузница привычек. Правда? И там не волнует никого, что там у тебя и так далее, и тому подобное. Встал, отделся, упал, отжался. Не знаешь – научим. Не можешь – заставим. И через два года это совершенно другой человек. Он по-другому привык решать вопросы и относиться. То есть определенное внешнее давление, оно способно менять нас, менять наши привычки. И нам бы очень сильно хотелось, чтобы Бог так вот нежно надавил на нас и поменял нас. Чтобы вдруг, в один какой-то момент, мы были избавлены от всего плохого. И вы знаете, иногда он это делает. Только в основном нам это не очень нравится. Бог поступает, как мудрый отец, а как мудрые отцы учат своих детей. Притча, 22 глава, 15 стих говорит. Один из переводов, который я нашел, очень так ярко это показывает. «Если у юноши дурь в голове, изгонит ее внушение розгой». Очень такой, знаете, емкий перевод. «Если у юноши дурь в голове, изгонит ее внушение розгой». Так поступает и Бог. Он настолько сильно нас любит, что не позволяет нам оставаться прежними. Но я верю, что розга нужна тем, кто противится, или тем, кто не понимает обычного нормального разговора. И я знаю, что Бог сначала просто разговаривает со своими детьми. Он объясняет какие-то процессы. Он объясняет, что вот это работает вот так. Вот это вот тебя раздражает. Этим ты восхищен. Это является похотью в твоей жизни. Давай мы это будем менять. Делай шаги. Раз, два, три. Человек, ну, может быть, сделает, а может и не сделает. Но Бог же любит. И он говорит, окей, хорошо. После того, как 96 раз я тебе объяснил, а ты не понял, наверное, нам придется достать розгу. И человек говорит, а может не надо. Ему говорят, надо, надо, Федя, да. Будем менять твои привычки. Я же тебя люблю. С этого момента вводим в твои жизни раз, два и три. Не понимаешь по одному, будет по другому. Вы знаете, друзья, я бы не хотел допускать себя, свою жизнь до таких отношений с Богом. Писание говорит, вообще страшно впасть в руки Бога живого. Лучше, лучше с ним как-то договориться. Правда? Лучше сесть и найти это время, помолиться и порассуждать над своими привычками по добру, по здорову, чем потом он сядет с нами и скажет, ну послушай, у тебя было много времени, помнишь, вот у проповедь, да? Так вот это вот я тебе говорил, чтобы ты об этом задумался. Нет, это было так несерьезно, такие шаги простые. Друзья, многие вещи, они намного проще, чем мы себе представляем. Вся проблема в том, что это нужно взять и сделать. Нужно просто пойти и сделать. помолиться, поразмышлять, попросить Господа, чтобы Он показал нам, почему мы это делаем. И попросить Господа, чтобы Он показал нам путь, которым мы можем заменить вот эту вот греховную дорогу на благочестивую дорогу. Я верю, что Бог помогает нам в этом. Когда лучше начинать? Лучше начинать сегодня. Сегодня подходящее время. Итак, давайте сделаем такую, как линию проведем. Что мы делаем? Мы размышляем о том, что у нас есть. Следующее. Мы молимся и просим о том, чтобы Господь показывал нам, что бы мы хотели получить в своей жизни. Или какие привычки нам необходимо развить. Любые привычки развиваются по тому же самому принципу. Если у нас есть, например, цель. Цель знать Бога. Да, такая большая, абстрактная, широкая цель. Мы можем разбить ее на более мелкие какие-то цели. Например, мы понимаем, что для того, чтобы знать Бога, неплохо бы знать Библию. Ну так, для разнообразия. Правда? Потому что Библия – это Слово Божье. И оттуда мы узнаем Его волю. Хорошо. Как я могу узнать Библию? Надо ее читать. Как ее читать? Это же сложно. Книжка большая, написана сложным языком. Давайте мы выработаем у себя привычку читать по чуть-чуть каждый день. Например, 3-5 глав. Чтобы за год прочитать всю Библию. Итак, у нас есть цель. То, ради чего мы делаем. Я хочу приблизиться к Богу. У нас должно быть определенное действие. Например, мы заводим у себя будильник на какое-то время, или это может быть вечером, или днем, когда нам удобно. Он прозвонит и скажет нам, прочитай Библию. Это будет нам такой вот указатель. И есть определенное действие. Определенный ритуал, который мы делаем, для того, чтобы эта привычка, она утвердилась. Например, мы знаем, что когда звонит наш будильник, мы берем Библию, мы уходим в отдельную комнату, мы уединяемся, и мы вот это время пока не прочитали, мы там не отвлекаемся на что-то. Друзья, поначалу будет сложно, как и всегда, в любой привычке, но со временем обязательно будет легко. Обязательно. Потому что оно войдет настолько в естественное состояние, как состояние покупки еды в магазине, как дорога домой, как Оливье на Новый год. Это станет частью нашей жизни. И ты сам не заметишь, как ты прочитаешь ее. И ты потом снова прочитаешь, и снова, и снова, и снова. Это не будет стрессом для тебя. Итак, мы можем развивать, и мы должны развивать в себе эти привычки. Но еще один момент, очень важный. Не начинайте менять сразу все. Возьмите себе, например, такой вот простой план. Я хочу поменять или ввести в свою жизнь две благочестивые привычки, например, за полгода. Скажите, мало, но это четыре привычки в год. Например, я хочу перестать разговаривать на сленге, и я хочу научиться читать Библию. Вот концентрируйтесь на этом. Следите за этим, делайте определенные действия. И очень скоро вы увидите, что это получается. Очень скоро вы увидите, что все легче и легче это происходит. Если вам сложно, вы можете попросить кого-то, кто будет вас поддерживать. Вы можете даже попросить быть кому-то подотчетный в чем-то. Вы можете прийти, например, к своему супругу, супруге, и сказать, послушай, я работаю над привычкой, например, хочу перестать разговаривать на сленге. Если ты услышишь у меня какое-то слово, я дам тебе 10 гривен. Нормально? Нормально. Назначьте себе какой-то штраф. И тогда подумайте, что победит, ваша привычка или ваша жадность. Я думаю, что, скорее всего, очень скоро, очень скоро, да, вы будете разговаривать на чистом, литературном языке. Это будет частью вашей жизни. И вы даже сами не будете знать, как это происходит, потому что 10 гривен для вас важнее, чем вот это вот слово. Жадность, она тоже помогает местами, знаете. Привычка быть жадным. Итак, эти советы выглядят очень просто, но именно поэтому каждый из нас может ими пользоваться, друзья. И духовный рост – это не для каких-то избранных людей. И сила воли. И сила воли – это мышца, которую можно накачать. И для этого нужно делать простые, осознанные действия. Просто нужно делать их каждый день, и это станет частью нашей жизни. Так растут люди. Хотите вы или нет, но у вас есть привычки. Привычка не читать Библию, привычка не молиться, привычка грубить, привычка делать какие-то поступки не очень хорошие, привычка обижаться. Есть. Так почему бы не заняться ими и не вытренировать себя, не выковать внутри себя нечто другое, чтобы радовало нашего Отца? Аминь. Итак, указатель, действие, цель. Что там то, что нас ведет к привычке, что он включает весь механизм, само действие и то, ради чего мы делаем. Мы приходим на это служение не просто потому, что шаббат, указатель. Мы делаем то, что мы делаем здесь, не просто ради так. У нас есть цель. Мы хотим знать Господа, мы хотим приближаться к Нему, хотим исполнять Его волю и делать это отлично. Давайте стараться, чтобы в нашей жизни это происходило с радостью и приносило благословение не только нам, но и другим людям. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Боже, спасибо Тебе. Ты меняешь нас каждый день. И мы хотим, Господь, доверять Духу Твоему, мы хотим доверять Твоему действию. И сейчас, перед Твоим лицом, Боже, мы предстоим, Боже, со всеми нашими привычками, как хорошими, так и не очень, Господь. Со всем тем, что нас приближает к Тебе или отдаляет. Но мы хотели бы, Господь, оставлять древнее, оставлять то, что, Боже, не от Тебя. И, Господи, мы хотим научиться, Боже, как нам прилипляться к Тебе, как делать какие-то действия, Боже, служение, Боже, приближение, молитвы, но чтобы это было вот по сердцу Твоему, Господь, во имя Ишо. Я молюсь за каждого человека. Я молюсь о том, чтобы это Слово, Боже, простое Слово, чтобы оно касалось. Я молюсь о том, чтобы Ты проговорил о тех запинающих привычках, тех запинающих грехах, которые снова и снова повторяются в жизнях, которые снова и снова ведут к такой разрушительной цели, Боже. Я молюсь о том, чтобы все это остановилось и прекратилось. Дай Бог милости взять ответственность за свою жизнь. Дай, Боже, милости посмотреть на свою жизнь, на то, что есть, и сказать, стоп, я не хочу так делать. Я принимаю решение, это действительно то, что я хочу. Не проживать свою жизнь в никуда, не уставать от какого-то вообще мусора, от какого-то, Боже, недостойного чего бы то ни было действия, Боже, но я хочу уставать от того, что я читаю Писание. Я хочу уставать от того, что, Господи, я молюсь, от того, что я служу, а не от того, что в моей голове уже просто полно всякого мусора, Боже. Во имя Ишуа Мессии. Помоги нам оставлять древнее, помоги нам оставлять греховное и прилипляться к живому, Господь, прилипляться к тому значимому, что исходит от Тебя. Благословено имя Твое, Святой Израилев. Благословено имя Твое, Бог крепкий. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok